В деле о падении башенного крана на улицу Маршала Жукова, наконец, поставили точку в Кубышевском районном суде, вынесли приговор четырем подсудимым. Так, учредитель ООО группы компании «Жилстрой Just Fit Life» Виктор Полукаров получил четыре года лишения свободы. Генерального директора этой компании Константина Семенова и начальника строительного участка Сергея Масленкина отправили за решетку на три с половиной года. Единственный, кто признал свою вину, крановщик Федор Елькин и получил два года лишения свободы, а также лишился права заниматься строительно-монтажными работами на три года. Все они будут отбывать наказание в колонии-поселении. В ходе следствия судебного заседания указанные лица вину не признавали. Единственный, кто признал вину, это Елькин. Остальные лица пытались переложить ответственность, перекладывая ее друг к другу, указывая, что они пытались смягчить таким образом свою участь и переложить ответственность на другое лицо. Напомню, трагедия произошла 26 октября 2015 года. Около 17 часов кран рухнул и придавил два автомобиля. Toyota RAV4 и ГАЗ Соболь. В результате обрушения погибли 30-летний водитель иномарки, его 33-летняя супруга и их 4-месячный сын. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, скончался в больнице. Четырехгодовалому мальчику, находившемуся в Toyota, удалось выжить.